Репортеры без границ и Национальная ассоциация независимых СМИ Таджикистана, Нан Смит, призвали прекратить блокирование новостных сайтов. В обращении, распространенном 29 апреля, сообщается, что последние годы таджикские новостные сайты заблокировали или же периодически блокируются властями по непонятным причинам. Закон о необоснованной и самовольной блокировке информационных ресурсов со стороны службы связи при правительстве Таджикистана продолжаются, заявил председатель Нан Смит Нуриддин Коршибоев. Абсурдность обстоятельств состоит в том, что поскольку уполномоченный орган не может дать нам конкретный ответ за свои действия, мы не можем обжаловать их действия или бездействия. Призывая правительство Таджикистана выполнить конституционные права граждан, а также свои международные обязательства в сфере свободы информации, напоминаем, что любые непродуманные решения властей способствуют повышению протестного потенциала общества, добавил он. Также в документе отмечается, что не только новостные сайты блокируются, но и даже такие социальные сети, как Facebook, YouTube и другие. Как отметил главный редактор Азия Плюс Умет Бабаханов, что в прошлом году сайт агентства был заблокирован несколько раз на срок от нескольких дней до нескольких месяцев. Нынешняя блокировка может быть связана с отказом Азии Плюс опубликовать несколько заметок, полученных от властей, отметил он. Азия Плюс высказывалась о том, что их блокируют именно за то, что они не публикуют то, что им навязывают. Напомним, что режим Рахмона блокирует любые неподконтрольные ему средства массовой информации, в том числе и зарегистрированные в Минюсте, не говоря уже о независимых каналах и сайтах, которые не имеют официальной аккредитации. Поэтому они не могут обосновать свои поступки и делают медвежью услугу правительства республики.